всем привет сегодня получил посылку из магазина розетка давайте посмотрим что здесь у нас оперативная память для моего компьютера у меня было 4 гигабайта теперь решил поставить 8 так как не хотелось в разнобой планки покупать решил купить новую отдельно старую в принципе можно и продать значит что у нас здесь это у нас товарный чек это неинтересно вот гарантия 60 месяцев и посмотрим что за память на это кинстант ddr3 1866 мегагерц частота 8 гигабайт кит набор из двух по 4 гигабайта синего цвета почему вы спросите ни одной планкой 8 мегабайт допустим да то это для того чтобы работал двухканальный режим это очень важно для встроенной видеокарты вот как у меня у меня процессор amd и видеокарта встроенная ведро то есть в принципе как то так вот ну тут посмотрим вот так вот она выглядит красивый такой синий цвет на фотографиях он намного светлее то есть такой более голубой а здесь такой синий металлик то есть такой цвет есть у него такая вот память вот что про него сказать еще это полтора вольтовая память питание у нее тайминги 10 11 10 пропускная способность 14 тысяч 933 мегабит в секунду как я уже сказал частота 1866 мегагерц вот собственно как то и все давайте откроем ее аккуратно не знаю как идут правильно открывать как то так откроем сейчас 1 2 с наборчик запечатанный так коробочка открывается кстати можно было разрезать с одной стороны вот такие вот у нас планочки теперь смотрим что тут написано на них так в принципе все то что я сказал там полтора вольта питания такие это низкопрофильная оперативка потому как моя стоит она достаточно имеет высокие радиаторы и даже если бы я напустим не покупал отдельно 8 а добавил до своих четырех еще 4 то в принципе было бы проблемно так как у меня кулер залман и вентилятор был впирался в оперативочку вторая планка такая же самое внутри как я понимаю прикольно наклеечка наклеечка имеется внутри здесь есть даже на написано что на память пожизненная гарантия как-то так здесь инструкция по установки то есть обязательно вынуть компьютер из розетки т.д. и т.п. ладненько давать ее поставлю в компьютер и посмотрим что из этого получится так установил я память нашу не очень удобно пыльно у меня тут малеха в корпусе ну да ничего в общем вот она стала память синего цвета как раз в цвет материнской платы так как здесь элементов синих достаточно что я забыл сказать что данная память есть еще в белом красном и черном исполнении то есть радиаторы разноцветные так скажем на все вкусы вот ну собственно давайте теперь включим посмотрим как она будет работать еще забыл сказать вот моя старая снял ее это память гейл вот она так то есть она по сути вот это кинстон вот по вот это вот вот этот выступ высотой на а это еще вот насколько выше то есть такая вот она высокая ладно включаем ну вот я загрузил компьютер уже с новой памятью как видно объем 8 гигабайт частота установилась максимальная не знаю это после старой памяти осталось потом или автоматом установилась потому как старую когда я устанавливал или после прошивки биос или самом начале здесь частота была 1600 по дефолту да то здесь стала максимальная ну в принципе как то так ну и здесь же видно какой процессор amd-8 и материнская плата asus такая вот моделька то есть это для тех у кого возникнут вопросы по совместимости данной памяти вот с такой конфигурации как то так сейчас я загружусь загружу windows и посмотрим поменяются отключу файл подкачки и посмотрим поменяются ли индекс производительности в общем системы и так запустила компьютер отключил файл подкачки перезагрузил в общем все отображается у меня значит 8 гигабайт из них 7 и 2 свободно это 800 метров откушивает себе встроенное видеоядро вот так вот в принципе надо покумекать как это можно увеличить допустим сделать больше или меньше ну в общем надо смотреть ну и вот индекс производительности у меня вот так вот выглядит 5 и 9 это у нас операций доступа к памяти в секунду вот ну и давайте повторим оценку и что мы видим оценка закончена вот что мы видим с 5 и 9 возросло на 6 и 8 и теперь у нас операции доступу в памяти аж 7 и 4 стала то вот вот это число как-то так я уже теперь доволен хорошее вложение ну собственно больше мне сказать нечего на этом прощаюсь с вами до скорых встреч если будут какие-то вопросы пишите комментарии подписывайтесь ставьте свои лайки и дизлайки пока